В цехах стерильная чистота, поэтому перед входом экипировка и белоснежные сапоги. Глава региона Вячеслав Гладков осматривает модернизированный комплекс по производству свинины. Для Карачанского района это без преувеличения градообразующее хозяйство. Модернизированные конвейерные линии, новые роботизированные системы на одном из участков. Но главное люди. Здесь трудится более трёх тысяч человек. А значит три тысячи семей зависят от экономической устойчивости этого предприятия. И от того, как оно заботится о своих сотрудниках. Именно это интересовало Вячеслава Гладкова в первую очередь. Точка в маршруте – коттеджный посёлок, который компания построила для своих работников, нуждающихся в жилье. И детский сад рядом. У нас предусмотрена ещё дежурная группа, которая в зависимости от производственных графиков мы формируем. Зимний сад со столиками для занятий шахматами и уроки английского с малых лет. Сделано всё для физического здоровья и успешного развития сотни воспитанников. Концепция самого проекта, кстати, лучшего в стране в сфере образования – единение с природой. Детский сад выдержан в эко-стиле. От оформления игровых площадок до внутренней отделки и выбора цветовой гаммы. Спокойные тона вызывают состояние гармонии, отмечает Вячеслав Гладков. Страна психолога, перед тем, когда колеровку даже выбирают, на каждый объект наш, где есть дети, нужно, чтобы они смотрели, знакомились с проектом. Здесь ощущение спокойствия есть. Детский сад внесён в национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. А в 2018 году стал победителем регионального конкурса «Детский сад года» среди частных дошкольных учреждений. И его принципы могут быть полезны для государственных детских садов. Глава региона Вячеслав Гладков попросил руководителя департамента образования Елену Тишину взять ценный корпоративный опыт на заметку. Елена Калугина, Михаил Светлов. Такой день на мире Белогория.